Добрый вечер, уважаемые коллеги! Я представлю вам доклад по нашей работе по определению крупных перестроек генебрака-1 методом цифровой капельной ПЦР. Но сначала немножко из истории вопроса. Рак молочной железы – самая частая онкологическая патология среди женщин нашей страны. Для наших соотечественниц вероятность заболеть данным заболеванием 1 к 10. При этом 10% всех случаев опухоли молочных желез – это наследственные заболевания. Львиная доля наследственного рака молочной железы приходится на бракозависимый рак молочной железы. При этом для нашей популяции характерен эффект основателя, который позволяет при проведении клинической диагностики ограничиваться малым рядом повторяющихся, часто встречающихся мутаций, что, в общем-то, выгодно и с экономической точки зрения тоже. Но остается группа пациенток, негативных в отношении повторяющихся мутаций, при этом проявляющих признаки наследственности возникновения заболевания. К клиническим характеристикам наследственных опухолей можно отнести молодой возраст с начала заболевания – это до 50 лет, семейная анамнез по данному заболеванию и первично-множественный характер опухоли. Что дает для пациента знание генетического статуса? В первую очередь, носительство мутаций, РМЖ-ассоциированных мутаций, в значительной степени повышает риск возникновения второй и последующих опухолей. И, кроме того, сегодня знание о генетическом статусе, о наследственной природе заболевания позволяет применять, как уже говорилось, индивидуальные подходы к лечению пациента. В частности, и нашими работами тоже показано, что носительство мутаций в гене брака-1 повышает чувствительность, скажем так, демонстрирует высокую чувствительность у пациентов опухолей к применению препаратов на основе ДНК-повреждающих агентов. Для родственников пациентов риск возникновения онкологических заболеваний при носительстве мутаций в гене брака-1 практически фатален, поскольку пенетрантность этих мутаций 85-90%. Если говорить о спектре мутаций гена брака-1, то их можно разделить по диагностическим и методологическим критериям на три группы. Первая – это повторяющиеся мутации, наиболее часто встречающиеся в нашей популяции, для обнаружения которых достаточно использования простых и дешевых методов, таких как колель-специфическая ПЦР. Вторая группа – это редкие точечные мутации, для их обнаружения уже необходимо использование методов секвенирования и анализа всего гена БРК. И третья группа, к сожалению, наименее изученная для нашей страны, это крупные перестройки в гене брака-1. Это дилеции или амплификация одного или нескольких экзонов. Природа – это выявление крупных перестроек, основанных на нарушении процесса гомологичной рекомбинации из-за наличия алюповторов в структуре гена. В частности, в гене брака-1 41,5% эфентронов – это алюповторы. Если говорить о мировых исследованиях, то есть данные о том, что крупные перестройки в этом гене имеют четкую популяционную специфичность. Так, например, в Нидерландах и некоторых областях Италии на долю этих повреждений среди всех мутаций гена брака-1 приходится до 30%. В остальных странах Европы эта цифра ограничивается где-то 5-10%. 5-10%. В лабораторной практике для определения крупных перестроек в генах используют метод MLPA. Метод очень удобный и надежный. Главное его преимущество – это то, что он позволяет определять перестройку всего гена в одной пробирке, но при этом он достаточно требователен к качеству ДНК, занимает относительно длительное время, достаточно трудоемок. И самое главное, что для его применения необходимо использовать коммерческие наборы голландского производителя, которые, кроме всего прочего, являются еще и закрытой системой. И теперь уже к сути работы. Мы предложили для анализа крупных перестроек в генах использовать метод цифровой капельный ПЦР. Почему был сделан такой вывод? Ну, самое главное его преимущество – это то, что метод является открытой системой, и экспериментатор сам выбирает диапазон фрагментов для исследования. Кроме всего прочего, он достаточно прост в исполнении и, обладая высокой чувствительностью, необходимой для точного количественного анализа, он сохраняет преимущество ПЦР, которое позволяет одномоментно анализировать большое количество образцов на один фрагмент. Что очень привлекательно при работе с популяциями, такие как наши, которые обладают эффектом основателя и имеют повторяющиеся мутации. Что же было сделано? Ну, для начала был разработан экспериментальный тест-панель, позволяющий определять копийность всех экзонов гена брака-1 на основе цифровой капельной ПЦР. На слайде представлен пример анализа цифровой капельной ПЦР для образца с дилеции 5-го, 6-го и 7-го экзонов и для образца без крупных перестроек, ну и также подтверждение результатов методом MLPA. Апробация метода проводилась на группе из 140 больных раком молочной железы высокого генетического риска. Большинство из этих пациенток обладали как минимум двумя признаками наследственного характера заболевания. И в результате этой части исследования мы обнаружили 4 случая носительства крупных перестроек в гене брака-1. Один из них – это была дилеция с 5-го по 7-й экзон и три случая дилеции 8-го экзона. Такие для нас удивительные результаты продиктовали необходимость более расширенного исследования, уже сфокусированного конкретно на 8-м экзоне. Здесь как раз и проявилось преимущество цифровой капельной ПЦР, позволяющей быстро проанализировать один фрагмент на большой выборке. Уже на этой стадии мы проанализировали группу пациентов из 720 больных раком молочной железы также высокого риска. И здесь было обнаружено еще 3 случая утраты 8-го экзона. Но, конечно, для этих пациенток необходимо было провести полный анализ гена брака-1. В результате выяснилось, что 2 из этих случаев являются более крупной дилецией. Один – это была потеря с 1-го по 19-й экзон, и второй – это утрата всего гена брака-1. Один же случай также оказался изолированной дилецией экзона-8. Получив 4 случая дилеции экзона-8, встал вопрос, является ли эта мутация повторяющейся. Действительно ли она одинакова для всех 4-х пациенток? Для ответа на него необходимо было картировать эту дилецию, то есть установить ее точные границы. Для начала мы определили длину этой дилеции методом ПЦР-длинных фрагментов при положении праймера в 7-м и 9-м экзонах. И выяснили, что 3 образца показали одинаковый размер дилеции, и 4-й обладал чуть менее короткой дилецией, чуть более короткой дилецией. А вот дальнейшее установление точек разрывов представляло сложности, поскольку 7-й и 8-й интроны просто изобилуют алюповторами, и обычные способы для этого уже не подходили. Нам на помощь пришла относительно новая технология, это секвенирование нового поколения. Благодаря ей удалось картировать и точно установить границы дилеции. И тут нас ожидал еще один сюрприз. Дилеция оказалась комплексной. Она состояла из двух частей, одна из которых полностью локализовалась в «Интроне-7» и была одинакова для всех четырех образцов, а уже непосредственно дилеция, затрагивающая экзон-8, отличалась для одного из них, как и предполагалось, исходя из первого этапа картирования, но была абсолютно идентична для трех других. Надо сказать, что в дальнейшем нам удалось обнаружить еще один случай по вот этому отличающемуся варианту дилеции среди больных раком яичника. Там была не очень большая выборка, 184 женщины, но тем не менее. В итоге у нас оказалось, что оба варианта дилеции 8-го экзона являются повторяющимися в нашей популяции. Ну и в заключении хочется сказать, что мы, во-первых, обнаружили новую повторяющуюся мутацию дилецию экзона-8 в гене брака-1 и возможно уже сейчас имеет смысл вводить эту мутацию в скрининговую панель тестирования пациенток. Во-вторых, метод цифровой капельной ПЦР оказался действительно удобным для обнаружения крупных перестроек в генах и, что самое главное, он очень привлекателен для обнаружения повторяющихся мутаций. Ну и самое главное, это то, что крупные перестройки в гене брака-1, анализ на крупные перестройки в гене брака-1 необходимо включить в клиническую диагностику для пациенток с раком молочной железа высокого риска наряду с секвенированием гена. Я благодарю коллектив нашей лаборатории и нашего института за помощь в этой работе и спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста? У меня будет тогда вопрос. Скажите, пожалуйста, а в опухоли вы не пробовали определять крупные перестройки гена Берсея-1? Пока нет, но сейчас у нас в проекте работа над браком с феноменом. По нашим данным, достаточно высокая частота, 37% опухоли, но она являются носителями дилеции, крупной дилеции гена Берсея-1. Еще вопрос, чисто методически, в качестве, что в качестве гена рефери вы использовали при диджит-ОПЦР? В данном случае ген РПХ-1 традиционно используем. В вторите хромосоме, который локализован, да? Ну вот для опухоли он, к сожалению, не годится, там 30% он амплифицирован, дилеотирован. Нет, ну в данном-то случае идет речь о герминальных мутациях. Спасибо. Спасибо.